Сегодня мы будем готовить мясо молодых бычков, а именно стейк-ребай с травами тимьяным и розмарином сушеными, розовой гималайской солью. Естественно, мы добавим к мясу смесь перцев, мяснов, пожалуйста, и початки молодых кукурузок, которые мы замаринуем в копченой паприке из Испании и оливковым маслом. Для маринада нам потребуется соль. Солим с обоих сторон мясо. Здесь бытует мнение, что можно посолить после того, как приготовление, чтобы мясо не отдало много сока. Но я сторонник того, чтобы сразу немного посолить мясо. Солим розовый гималайской солью, перчим смесь перцев с двух сторон также и добавляем немножко прованских трав, а именно розмарина и тимьяна. Оливковое масло и наш маринад для мяса готов. Мы его пока отставим и займемся гарниром. Для гарнира мы возьмем початки молодой кукурузы, оливковое масло, буквально одну столовую ложечку, одну чайную ложечку соли гималайской и пол столовой ложечки копченой паприки, которую у нас унесло. Но такое бывает. Поэтому мы добавим чуть-чуть больше. Перемешиваем. Приобретают розовый цвет початки кукурузы из копченой паприки из Испании. И наш гарнир также готов к тому, чтобы мы его обжаривали на гриле. На улице легкий снег, горячий мангал. И сегодня мы готовим наше сочное мясо с молодой кукурузой. Для этого мы на хорошо разогретые угли выкладываем наши стейки. Кукурузу мы выложим чуть-чуть попозже. Наши стейки рыбай небольшой толщины, поэтому с каждой стороны мы обжарим по одной минуте. И дадим отдохнуть нашему мясу буквально 3-5 минут, для того, чтобы сок равномерно распределился внутри стейка. В нашей стейке мы будем готовить прожарки medium. Существует 5 основных степеней прожарки. Это rare, medium rare, medium well done. И следующий вид прожарки, когда мясо совсем как подошва. И я бы не советовал такой стейк пересушивать. Самое важное в наличии в стейке жира. Этот жир, в нем содержатся эфирные масла, которые и раскрывают весь вкус мяса и конкретно нашей говядины. Вот мы перевернули. И также ждем полторы минуты, пока создается корочка, которая закроет с двух сторон наш стейк. И дальше будет остывать. Равномерно распределяться слой сока внутри стейка. Это называется отдохнуть. Стейку нужно всегда отдохнуть. Наши стейки из мяса молодых бычков, которые откармливаются от года до трех, сохраняют по максимуму полезных микроэлементов. И они смешаны от корма. То, что дает незабываемый вкус именно той самой натуральной домашней говядины. Снимаем. Накрываем наши стейки фольгой. Даем им отдохнуть. Прям буквально три минуты требуется стейку такой толщины. Наши стейки отдохнули. Распределился тот самый сачок равномерно. Мы продолжаем их обжаривать. Закидываем на горячие также угли. И к ним рядом размещаем наш гарнир. Молодую кукурузу, замаринованную в оливковом масле и в ароматной уже копченой паприке из Испании. Для того, чтобы нам не запутаться, какую кукурузу мы уже молодой переворачивали или нет, нам достаточно просто будет провести и равномерно перевернется вся кукуруза. Мы ее так обжарим со всех сторон. Наши стейки и гарнир готовы. Мы укладываем их на тарелочку. И на каждый стейк, чтобы сама структура мяса была мягче и по вкусу размещала, мы добавим сливочное масло с нашего завода. Традиционное, 82,5% жирности. И также мы добавим масло на кукурузу. И потом, когда перемешаем, кукуруза даст вкусный тот самый аромат сливочный. Наши стейки жарились по 3 минуты после отдыха с каждой стороны. Теперь мы закрываем фольгированной поверхностью и они у нас дойдут до прожарки медиум. Буквально в течение 3-4 минут наша прожарка медиум будет готова. Идем домой украшать наши вкусные стейки с молодой кукурузой. Гарнируем нашу молодую кукурузу со стейком. Сейчас покажу, как правильно нарезать стейк. Так как у нас идут волокна поперек стейка, нам и надо нарезать поперек стейка. Мы разрезаем наполовину, пополам. И для того, чтобы мясо было мягкое и волокна не застывали между зубов, мы нарезаем следующим образом. Под углом 45 градусов. Далее мы готовим соус для стейка. Для этого мы возьмем брусничный соус веснов, соус наршараб и классический соевый. Берем 3 ложечки брусничного, 1 ложечку наршараба. Он придаст кислинке наши брусники. И, чтобы сбалансировать соль, ложку соевого соуса. Для остроты и пикантности мы добавим 1-2 грамма перца чили мелкорубленного. Перемешиваем до равномерной консистенции. Выложим его на соусник. И задекорируем салатом Микс Лам наше блюдо. Приятного аппетита!